Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить» информационный обзор этого вторника. Главные темы в кратком изложении выглядят сегодня следующим образом. Печаль последнего звонка. В Рыбном погибла выпускница и ее друг. Выпил и не закусил. Житель Липецка, гостивший в Рязани, решил разыграть правоохранителей, сообщив о взрыве вокзала. Его поймали. Воссоединиться не удалось и не удастся. Романтическое устремление завершилось ударом кухонного ножа. А теперь обо всем подробнее. Последний звонок уже дал свои результаты, причем не самые радостные. Увы, праздник каждый отмечает по-своему. Из Рыбного пришло известие о печальной судьбе местной выпускницы и ее приятеля. Следователи проводят проверку по факту гибели местных жителей Анастасии Юшкиной и Олега Зимцова. Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области в настоящее время проводится доследственная проверка по факту смерти двух жителей города Рыбное. Тела молодого человека 1994 года рождения и девушки 1996 года рождения без внешних признаков телесных повреждений были обнаружены днем 25 мая на территории Садоводческого товарищества в салоне автомашины, принадлежащей погибшему парню. По предварительным данным, смерть молодых людей наступила от отравления угарным газом. В настоящее время проводятся мероприятия, которые направлены на установление причины смерти молодых людей, а также всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Последний звонок – вещь серьезная, эмоции, новый жизненный этап, в этот день все можно, ну и прочие детские выводы. Большинство ограничивается простыми приколами, ну скажем, расхаживанием по фонтанам. А это, кстати, не всегда полезно для здоровья. На днях в Москве потоком воды ребенка затащило внутрь трубы фонтана, откуда уходит вода. Решетки, как это часто бывает, на трубе не оказалось. Вытащили малыша только спасатели, а врачи констатировали у ребенка болевой шок и повреждение рук и ног. А рязанские фонтаны сегодня изучала Оксана Тебенихина. Городские фонтаны – излюбленные места встреч влюбленных парочек, веселых компаний, боевых товарищей-сослуживцев. Так приятно в жаркий летний денек присесть у прохладной, можно сказать, живой воды. Брызги танцующих капель так и манят прикоснуться к ним. Отсюда и берутся любители порезвиться в фонтанах. Ежегодно во время самых массовых гуляний в городские фонтаны погружаются сотни подвыпивших весельчаков. Занятие это порой приводит к плачевным последствиям. Подумайте сами, сколько опасностей поджидает ваши ступни на дне фонтана. Битое стекло, осколки напольной плитки, да и банальная ранка может привести к серьезному такому заражению. Кроме того, чистятся городские фонтаны не так уж и часто. А сколько в России было ЧП, связанных со сливами. Так что, дорогие рязанцы, любители искупаться в импровизированных бассейнах на свежем воздухе, трите к носу. Фонтаны вам не игрушка и не место для безответственных развлечений. Ведь изначальным и единственным их назначением является украшение улиц города. Единый госэкзамен в стране продолжается. Страсти кипят. Любители остренького ждут скандалов и разоблачений. Между тем, глава Рособорнадзора Сергей Кравцов сообщил, что утечек экзаменационных материалов вчерашних экзаменов по литературе и географии не было. Так что первый экзамен экзаменаторов состоялся. Вчера вечером в региональном министерстве образования прошел очередной брифинг, рассказывает Наталья Новикова. Вчера началась основная волна сдачи ЕГЭ, которая продлится до 11 июня. Бывшие школьники сдавали литературу и географию. И, по словам регионального министра образования Елены Буняшиной, экзамены прошли в штатном режиме. Нарушений не было. Результаты ЕГЭ, написанного 26 мая, участники смогут получить в период с 6 по 9 июня. А уже в этот четверг выпускникам предстоит блеснуть знаниями по русскому языку. А 5 июня по математике. Кстати, если кто-то получит двойку по одному из основных предметов, его можно будет пересдать. А вот если двойки по обоим предметам, аттестата не видать. А вот специальные свидетельства о сдаче ЕГЭ в этом году выпускники не будут получать. Все данные будут загружены в федеральную информационную систему. Все настроены очень позитивно к ребятам. И желаем им только успехов хороших. Пусть они покажут все знания, которые есть. Знания у них неплохие, хорошие. Ну и желаем им, конечно же, в дальнейшем поступить в те учебные заведения, которые они выбрали. Напомним, в прошлом году всей стране выпускников подсуропила Сибирь, от которой европейская часть России получила интернет-выкладки. Однако в этом году такое исключено, заявил Сергей Кравцов, возглавляющий, напомним, Рособранадзор. Также он добавил, что любая попытка воспользоваться на экзамене шпаргалкой или мобильным телефоном приведет к нулевому результату экзамена. Во время досрочной волны ЕГЭ, проходившей с 21 апреля по 8 мая, результаты 8 человек из 950 были аннулированы. Однако не только единым госэкзаменом жив человек. Народ развлекается как может, особенно после возлияния. Вот решил позабавить рязанцев житель соседнего Липецка. Взял да и позвонил умный человек в службу МЧС. Мина, дескать, на вокзале в Москве. Что хотите, то и делаете. Заряд не нашли, чего нельзя сказать об авторе послания. Минувшее воскресенье около 9 часов вечера на телефон регионального управления МЧС поступил звонок. Мужской голос сообщил, что в столице на железнодорожном вокзале произойдет взрыв. О тревожном звонке сообщили в правоохранительные органы. Проверкой информации занялись специальные службы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий рязанские полицейские установили, что звонивший находится на территории областного центра. Ночью личность телефонного террориста была установлена. Уже утром подозреваемого задержали прямо на рабочем месте и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался житель Липецкой области, проживающий и работающий в Рязани. Как сообщил сам звонивший, вечером он был сильно пьян. Поэтому пояснить цель своего поступка внятно не может. Гораздо хуже закончилось мероприятие с принятием спиртных напитков у двоих рязанцев. А начиналось все более чем романтично. Распавшаяся семья решила воссоединиться, рассказывает Олеся Харлина. 9 мая, когда вся страна праздновала День Победы, в семье, где произошло ЧП, тоже был праздник. После развода и долгой разлуки супруга наконец решила вернуться к бывшему мужу. Встречу, как водится, сели отпраздновать. Но три дня весели, то и дело омрачались звонками на телефон погибшей. И хозяин квартиры начал понимать, что перевес явно не в его пользу. Он услышал телефонный разговор своей супруги с неким неизвестным мужчиной ему, которому она и обещала, собственно говоря, уйти от своего мужа, бывшего так, к нему. Ей постоянно кто-то был на звание на телефон. Я слышал разговор. Она разговаривала со своим мужчиной, с которым проживает сейчас, в данный момент. И услышал. Судя по разговору, понял, что он ее звал домой. Вечером 11 мая телефон зазвонил снова. Из обрывка разговора задержанный сделал вывод, что стоит ему уйти на работу, как вся любовь закончится, а дама сердца уйдет к сопернику. Причем бывшего мужа погибшей уверяла абсолютно в обратном. Когда кот и хозяйка мирно заснули, разгневанный бывший муж отправился на кухню за орудием мести. Кухонным ножом он нанес всего один удар и, похоже, не ожидал, что возлюбленная уже никогда не проснется. Свою вину ревнивец признал и в преступлении раскаялся. Один неверный поступок стоил и дамы сердца, и свободы. Далее слово парламентскому корреспонденту Глебу Галушкину. Сегодня ему пришлось проехаться в прямом смысле слова сразу по двум рязанским парламентам. Теперь о том, как проходила сегодня депутатская работа в городской областной думе. Начнем с заседания общественного совета в городском собрании. Впервые заседание общественной палаты города Рязани прошло в полном составе. Напомним, что ранее общественная палата функционировала при Рязанской городской думе. Однако недавно ее статус существенно изменился. И по словам главы города Андрея Кашаева, общественная палата должна стать работоспособным органом, а ее члены завоевать авторитет среди жителей. Сразу, знаете, я отметил такую живую заинтересованность всех членов общественной палаты во всем, что обсуждалось сегодня в рамках организационного заседания. И это дает нам уверенность в том, что общественная палата будет у нас по-настоящему живой, работоспособной. Надеемся, что она завоевает авторитет среди жителей нашего города. Первое заседание городской общественной палаты получилось организационным. Во-первых, утвержден регламент, в котором четко прописана правовая основа деятельности, основные формы работы, а также порядок проведения заседаний. Во-вторых, члены палаты избрали секретаря. Им стала директор централизованной системы детских библиотек города Рязани Зинаида Сухова. Также на заседание общественной палаты были обозначены первоочередные направления работы. Первое направление работы – это экология, военно-патриотическое воспитание детей и юношества, и дороги города Рязани. Сейчас члены общественной палаты Рязани готовят свои предложения относительно наиболее актуальных для города проблем. Именно их планируется обсудить уже на ближайшем заседании. Рязанская областная дума провела сегодня внеочередное заседание. Вновь слово Глебу Галушкину. Отчет уполномоченным по правам человека в регионе Александра Гришко перед депутатами стал уже традиционным, поэтому был уместен некоторый сравнительный анализ. Так, за прошлый год число вращений жителей уменьшилось, но по-прежнему наиболее актуальными остаются вопросы, связанные с качеством услуг ЖКХ, невыплатой заработной платы, а также есть обращения из мест лишения свободы. Александр Гришко сообщил, что институтам уполномоченного много внимания уделялось развитию правовой грамотности населения и оказанию бесплатной юридической помощи. Депутаты сочли доклад достаточно информативным и отметили, что этот общественный институт безусловно необходим для развития гражданского общества в регионе. На сегодняшнем заседании Думы все фракции, все депутаты высказались за то, что да, институт уполномоченного у нас состоялся, отметили очень серьезный доклад уполномоченного. Уполномоченный развивает новые формы работы с общественными объединениями, широко работает с общественной палатой, с федеральными структурами. Сейчас они серьезно занимаются юридическим всеобщем населения, потому что многие вопросы возникают от незнания закона. Поэтому институт состоялся и, будем надеяться, он пронесет пользу жителям и будет, так сказать, уважаемым институтом, институтом, без которого невозможно, наверное, построить гражданское общество. Также важным вопросом нынешнего заседания стало внесение изменений в областной бюджет на 2014 и на последующие 2015 и 2016 годы. В целом расходная часть бюджета увеличена на сумму более 280 миллионов рублей, в основном за счет поступления средств из федерального бюджета. Они будут направлены, по словам председателя Рязанской облдумы Аркадия Фомина, на реализацию целого ряда социальных программ. Так, более 168 миллионов рублей дополнительно выделяется на развитие сети детских дошкольных учреждений. В частности, одна из программ направлена на развитие сети наших дошкольных учреждений. Мы поэтапно решаем проблему в области по нехватке мест в детских садах. И благодаря этой программе уже в этом году на 250 мест в Михайлове, на 75 в Петельнском районе будут введены новые дошкольные учреждения, а также отремонтированы в городе Рязани, реконструированы в городе Рязани три детских сада, 168 миллионов – это средства, которые по этой же программе будут направлены на субсидии муниципальным образованием для продолжения этой программы. После того, как деньги будут утверждены в программе, субвенции в соответствии с установленным порядком направят в муниципалитеты. И последнее на сегодня в России отмечается День библиотек. Его учредил своим указом первый российский президент Борис Ельцин еще в 1995 году. Праздник отмечается в связи с датой основания Первой государственной библиотеки России. А было это в конце 18 века, как раз 25 мая 1795 года. О делах книжных сегодня пойдет речь в программе подробностей. В гостях у Олеси Харлиной, директор Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Окружная. А у нас на сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин